ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! В русском языке оно вплоть до 1938 года даже не имел твердого написания «аладий», «оладий», хотя корень этого слова «олиум», то есть масло. Так называли небольшие толстоватые блинцы из кислого теста, которые жарили на масле. Но поскольку этот чисто внешний признак ничего не говорил ни о составе теста, ни о характерных особенностях приготовления, ни о консистенции, то в понятии «аладий» на протяжении веков вкладывалось чрезвычайно разнообразное содержание. Ведь из кислого теста на масле жарились и блины, и блинчики, и пышки. Граница, отделяющая «аладий» от перечисленных изделий из жидкого дрожжевого теста, ничем определенным обозначена не была. Кроме того, пекли «аладий» и из недрожжевых видов теста, и разных овощных масс. Ну, скажем, картофельные, пшенные, манные оладьи. Правда, в XIX веке оладьями все чаще стали называть блиноподобные изделия толщиной с лепешку, а в середине имевшие начинку, обычно прослойку из яблочного пюре, варенья или мармелада. Они служили горячим сладким блюдом. Но в основном так понимали оладьи только в Петербурге. В московской кухне второй половины XIX века под оладьями понимали небольшие, толстые, с ладонь величиной блинчики, которые можно было уместить несколько на сковородке, в отличие от блинов, и которые имели сдобное тесто с большим количеством яиц и молока. Хотя и на воде оладьи тоже готовили. Так что же подразумеваем сегодня мы, готовя или готовясь к аппетитному оладьевому пиршеству? Даже из всего вышесказанного можно сделать вывод. Прежде всего, конечно, определенную форму. Дело не в составе технологии приготовления. Ведь каких только сейчас нет оладий или, как говорили наши бабушки, алашек, в арсенале даже самые скромные по части кулинарных языков хозяйки. Капустные, овсяные, тыквенные, кабачковые. Правда, вот таких, как сегодня, в меню, например, моих домашних до нынешнего дня не было. Присмотритесь и вы к рецепту. Вдруг понравится. Оладушки с огурцами и зеленью. Огурцы очистить от кожицы, натереть, отжать сок, присыпать крахмалом, добавить яйца, кефир, муку, рубленную зелень, соль, перец по вкусу. Выпекать оладушки на разогретой с растительным маслом сковороде. Как обычно, подавать со спитаной. Приятного аппетита и такого, знаете ли, практичного взгляда на продукты. Вот такие оладушки можно готовить из самых-самых зрелых, перезрелых огурцов. Удалил ложки семена и, ну чем не кабачки. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.